Здравствуйте, ребята! Долгожданный дан звонок. Начинается урок. Начинаем мы опять решать, отгадывать, смекать. Пожелаем всем удачи! За работу в добрый час! Тема нашего урока – множество и операции над ними. Сегодня на уроке вы научитесь изображать множество при помощи диаграмм, а также научитесь выполнять различные операции с множествами. Наши ушки на макушке. Глазки шире открываем, слушаем, запоминаем, ни минуты не теряем. Найдите сумму чисел 48 и 14. 62. Насколько 28 меньше, чем 70? 42. 7 увеличить в 2 раза. Получится 14. Найдите разность чисел 84 и 26. 58. Найдите произведение чисел 5 и 8. Найдите произведение чисел 5 и 8. Назовите число, которое в 3 раза меньше 24. 8. 32 разделить на 8. Получится 4. Посмотрите внимательно на результаты вычислений. Что общего между ними? Эти числа составляют множество четных чисел. Множество – это группа предметов, у которых есть общее свойство. Множество в математике обозначают с помощью диаграммы – круга или овала. Эти круги придумал 300 лет назад швейцарский математик Леонард Эйлер. С тех пор эти диаграммы называют кругами Эйлера. Украшения из первой шкатулки – это первое множество. Украшения из второй шкатулки – второе множество. Нужно узнать, сколько всего украшений в двух шкатулках. На схеме это действие обозначим так. Итак, эта операция называется объединение. Двенадцать браслетов нужно разложить в шкатулки, по четыре браслета в каждую. Сколько шкатулок понадобится? Все браслеты – это одно множество. Его необходимо разделить на части. Как узнать, сколько шкатулок необходимо? Нужно отсчитать четыре браслета для первой шкатулки. Затем еще четыре браслета для второй шкатулки. И еще четыре браслета для третьей шкатулки. Для решения используем действие деления. Двенадцать разделить на четыре получится три. Эта операция называется разделение. Посмотрите на эти множества. Слева – множество чисел, которые делятся на три. Справа – множество чисел, которые делятся на пять. Но существуют числа, которые делятся и на три, и на пять. Тогда множество будут пересекаться. В области пересечения находятся те элементы, у которых есть свойства и первого, и второго множеств. Добавьте в каждое множество по три элемента. Какие числа можно поместить в множество слева? Три, шесть, восемнадцать. Какими числами можно дополнить множество справа? Пять, десять, двадцать. Давайте попробуем расположить эти элементы в правильном множестве. Слева – множество чисел, которые делятся на три. Справа – множество чисел, которые делятся на четыре. В какое из множеств нужно поместить эти элементы? Девять делится на три. Множество слева. Шестнадцать делится на четыре. Множество справа. Двенадцать делится и на три, и на четыре. Поместим число в пересечении множества. Пятнадцать делится на три. Множество слева. Шесть делится на три. Множество слева. Восемь делится на четыре. Множество справа. Двадцать четыре делится и на три, и на четыре. Поместим это число в пересечении множеств. Молодцы! Вы настоящие знатоки математики. Решите задачу. К празднику купили шестнадцать заколок и раздали их восьми девочкам. Сколько заколок получила каждая девочка? Запишем краткое условие. Восемь девочек. Одна девочка. Восемь девочек получили шестнадцать заколок. Одна девочка. Неизвестное количество заколок. Каким действием решить задачу? Заколки раздавали. Значит, решать задачу будем делением. Шестнадцать разделить на восемь получится два. Ответ. Две заколки получила каждая девочка. Как будет называться эта операция? Объединение или разделение? Правильно. Разделение. Ведь мы делили заколки на равные части. И еще одно задание для самых наблюдательных. Среди этих чисел не хватает одного. Назовите это число. Правильно. Это число шесть. Вы отлично справились со всеми заданиями. Наш урок закончен. Пришло время подвести его итог. Сегодня вы познакомились с графическим изображением множеств. Узнали, как выполнять разделение, объединение и пересечение множеств. Оцените свою работу на уроке. Подумайте, на какой ступени вы находитесь сегодня. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи на наших уроках, где мы обязательно узнаем что-то новое и интересное. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова